О работе управляющих компаний за июнь отчитались в администрации городского округа Люберцы. Ямы во дворах и неудовлетворительное состояние детских площадок, ремонт подъездов, а также проблему долгов управляющих компаний. Эти темы обсудили на заседании представителей профильных ведомств. Вызывает тревогу количество жалоб на содержание детских и спортивных площадок в городском округе Люберцы. За месяц по этому вопросу поступило 59 обращений. Другой злободневной темой стало количество ям в асфальтовом покрытии во дворах. Сейчас в регионе их 384. Многолетние ямы никто не ремонтирует. Октябрьский проспект, дом 10, корпус 2. Ужасные ямы. Каждый день они становятся всё больше и больше. Объехать нереально. Примите меры. Из трёх управляющих компаний Малаховки ни одна не заявила о наличии ям, а между тем по посёлку буквально вал обращений. Предлагаю трём управляющим компаниям Малаховки, как только пройдёт дождь, бросить все свои усилия и до среды на следующей неделе отчитаться нам о выполнении всех работ по яму. То есть ямы нужно будет закрыть. Управляющие компанией округа просрочили платежи перед ресурсоснабжающими организациями на сотни тысяч рублей. Рейтинг поможет в борьбе с должниками. Жёсткие критерии оценки вернут нарушителей к действительности и заставят разобраться со своими платежами. Компании, которые будут получать две звезды, это по сути компании, которые не будут иметь права работать с нашими жителями, не будут иметь права заниматься этим бизнесом. Я думаю, это справедливо. Один из критериев оценки работы управляющих компаний – успешная реализация губернаторской программы по ремонту подъездов. В этом отношении городской округ Люберцы находится на первом месте по Подмосковью. Я думаю, не стоит обольщаться, потому что мы прекрасно понимаем, благодаря кому мы находимся. Не так много компаний. Это компания ЛГЖТ, которая нас как локомотив двигает вперёд. Ремонт подъездов должен проводиться каждые пять лет. Для выполнения губернаторской программы в 2020 году в Люберцах отремонтируют 880 подъездов.